Буси замахал со своей игрушкой, а только что здесь подмела всё. Да, давай домой пойдём. Давай, бери свою игрушку, пойдём домой. Папа кричит, что он после душа голый. Я папу... А Буси передо мной голый каждый день. Я папу не буду показывать, извиняйте. Всё, папе после душа ищет свои штаны. А я иду на кухню, блин. У меня тут куча работы ещё. Сейчас уже часов 10-11 ночи. Вот какие у меня цветочки. Это с моего огорода. Это Бучка покушал. А это мне нужно разгрести эту посуду. Это уже вымытая. Это нужно домыть. Да, Бусяня? О, куча работы. А это его мяско. Нужно его разделить. Мяско от косточек. Короче. Время почти 11. Фух, Господи. Когда отдыхать? Когда учиться? Когда отдыхать? Когда вообще жить? Не понимаю. Расскажи мне, что ты мне принёс с новой работы. Курочку папа принёс. Курочку папа принёс, да. Ну, будешь завтра готовить. Ну, да, понятное дело, да? Бусик, что ты хочешь? Ты жрал час назад. Курочки хочет. Она ещё не приготовилась, Бусе. Да. Кушал час назад. Сейчас папа собирается кушать. И он уже ждёт какой-то сюрприз. Скажи. Мама, что ты мне дашь ещё вкусненькое? Бусик, у меня мяса нету никакого. Да, там есть мясо? Нет, у нас есть мяско. Ну, тогда ему тогда кусочек. Ещё есть кусочек свининки. Ну, тогда ему тогда. Ой, морока какая. Бусяня. Завтра курочку дашь тогда уже, когда приготовлю. Да, ты, мама, зато я хорошо какаю. Я хорошо кушаю. Он сладкий собак, это куся мы людей. Он уже знает, что сейчас будет что-нибудь вкусненькое. Да, да. Да, вот тебе дадут. Не, косточки не дадим. Сейчас тебе дадим что-нибудь. Так, папе кушает, ребёнок кушает. Да, кушай, кушай. Ну, два раза ест в день, но вечером. Час назад вот покормила и сейчас опять захотел, потому что муж пошёл кушать. Ну, как бы для собак два раза в день кушать нормально, но то, что он с таким перерывом небольшим, это ненормально. А утром он тоже не хочет кушать. Не знаю, что с ним делать. Пусть на ночь нажирается. Но он не толстый, как бы у меня. Ну, лишь бы был здоровенький. Кушай, малыш. Так, у меня здесь всё под контролем. Уже чисто у нас здесь. Посуда вымыта. Я пока всем этим занимаюсь. У меня, естественно, мысли какие-то там в голове постоянно. Забыла сказать. Сегодня общалась со своей подругой, которая работает в очень серьёзной государственной американской организации. И мы говорили по поводу всей этой политики, того, что происходит в мире. Она мне сообщила, что пообщалась с американцами. И они вообще, как бы, не в курсе того, что происходит. И вообще американцы не знают, где эта Украина находится. Так, муж зашёл и отвлеклась. Так вот, американцев совершенно не интересует вся эта политика. Я гуляю с собакой, ездила в Вашингтон. Смотрю, там уже ездят с открытыми этими крышами на кабриолетах. Музыка из машин гудит громко очень. Люди получают удовольствие, кайфуют, потому что весна уже становится тепло. И они просто живут, понимаете? И вся эта политика, это... У нас здесь нет телевизора. Но, как бы, я смотрю новости в интернет. В том числе CNN, ABC, американские новости, Евроньюз. В том числе украинские, Волос Америки. В общем, всякие новости я смотрю. Понимаете, это всё перегружено этой войной, этой политикой. А вот в Америке люди просто хотят жить. Я вот была сегодня в Вашингтоне. Они гуляют с собаками, такие кайфовые, улыбаются, смеются во весь голос, курят на улице. Люди просто получают кайф. И моя подруга, ещё раз хочу повторить, она пообщалась с американцами. Она работает в очень серьёзной организации, государственной. Как бы она в курсе этих событий. Она может анализировать. Она говорит, почему так происходит в мире, почему весь эфир заполнен в Америке всей этой войной. При том, что люди, нормальные люди, американцы, просто такие, ну, среднеамериканец, они даже не знают, где находится эта Украина, что там вообще, кто прав, кто виноват. Они не понимают, понимаете, насколько это пофиг людям нормальным, как бы вообще. Война в 21 веке – это нонсенс. И что же я забыла сказать. А, да, я спросила свою подругу, почему Америка огромные деньги отправляет в Украину, когда в США куча проблем. Например, я езжу из своего этого города, Вашингтон, дороги мне есть идеальные во многих местах. Мосты нужно ремонтировать, те же коммуникации. Есть проблема с бездомными. Почему за эти деньги нельзя построить, например, какой-то дом, отель для бездомных? Почему нельзя нам, жителям США, выдать, в конце концов, по какой-то тысяче долларов за счет инфляции? Потому что сейчас инфляция в США есть, и она бьет рекорды. Бензин повысился, цены растут. Почему бы нам, обычным жителям США, не помочь материально? На что моя подруга из серьезной государственной организации сказала, ты же должна понимать, сегодня это мировой тренд – помогать Украине. Представляете? Ну, короче, я была в шоке. Это, оказывается, мировой тренд. Так вот, напичкать Украину оружием, деньгами. И мы с ней сошлись на мнении, что, окей, оружие будет использовано, будет больше смертей, чем больше оружия. Его, естественно, нужно как-то использовать для кого-то, правда? Естественно, не в мирных целях, не для того, чтобы там цветы росли на поляне. А по поводу денег, мы сошлись на мнении, что эти деньги кому-то пойдут в карманчик. Потому что ничего не регистрируется, не регулируется, никто не будет давать каких-то отчетов, чеков выписывать, куда вообще на что пошли эти деньги. Насколько я сегодня знаю, в Украине большая проблема с гуманитарной помощью, большая проблема с бензином, с зелеными коридорами для беженцев. Ну, в общем, ничего не работает. Кстати, Америка так и не приняла законы, чтобы принимать беженцев из Украины. Вот так вот. Так, какая-то смешная история от моего мужа. Мы общаемся на заднем дворике. Давай, рассказывай. История смешная такая, что твой муж при желании сходить в туалет, чуть ли не посетил женский туалет. Это у него вечная проблема. Дело в том, что в Мэриленд не так просто найти общественный туалет даже на заправках. А если искать, например, Макдональдс, где есть общественные туалеты, то это проблематично. Не везде они есть. Ну, рассказывай, куда ты чуть не вляпался. Ну, что, я был в Ди-Си, возле того места, где мы с тобой парковались. Кондиционер шумный, блин. Ну, уже так сильно хотелось, что я знаю, что здесь есть туалет общественный. Я встал в очередь. Человек пятнадцать передо мной стоит. В туалет, что ли? В туалет зайти, да. Это где? В Ди-Си, внутри, в даунтауне. Ну, заправка. Возле этого. Это не заправка, это это самое. Общественный. Просто круглое такое здание, написано туалет. Написано. Бэфром нарисованная мальчик и девочка, но я думаю, это значит общего пользования. Я встал в очередь, но передо мной стоят одни женщины. А машину я свою поставил на такое место, что меня могут оттовать за любые пять секунд. Там пожарный ядран стоит. Да, нельзя ставить машину. Но у меня за выражение было такое, emergency, мне так приперло, что я уже не знал, что мне делать. Я стою, жду, 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 жду. Потом подхожу вперед на пять человек, на семь человек, говорю, пропустите меня вперед, пожалуйста. У меня emergency. Одна женщина говорит, так это же женский бэфромбля. Я говорю, что? А где мужской? Она говорит, вот там за углом. Я обхожу за угол, думаю, ну сейчас я пописю, как положено. А он закрыт. Ты, Вова, не прав. Что я не прав? Здесь толерантные отношения. Ты мог показать свой хвостик и сказать, что ты трансгендер. Транссексуал. Бисексуал, да? Что у меня есть... Что я гей, да? Не гей, а этот самый. Я понял все. Понимаешь? Здесь толерантные отношения. С измененным полом. Они не имели права тебя из очереди убрать, понимаешь? Да они меня пропустили. А потом одна говорит, так это же женский бэфромбля. Я говорю, ой, ой, блин. Надо было... Короче, маме. Надо было показать свой хвостик и сказать, что я транссексуал. Ну, я не очень в этом разбираюсь, как это правильно называют. Бисексуал. Нет, бисексуал. Нет, это который, да, естественно. Измененный пол. Я из мальчика сделал себя девочку. Да, здесь очень толерантные отношения. Ну и что? И какой ты нашел выход? Выключился, включил Uber на сторону дома и рванул скорее в сторону дома. Где только ближайшая заправка. Я нашел ближайшую заправку и Макдональдс. Я еле добежал, опорожнился, вздохнул и сказал, слава богу, что не вписывался. Почему не в кустик? А там же люди вокруг везде ходят. Ты что? Короче. В ДС можно в кустике, ты думаешь, за это и в полицию можно попасть? Ну вот, это проблема, да, с туалетами для таксистов, скажем так. Туристов тоже? Ну, для туристов. Раньше, кстати, не было такой проблемы. Раньше на каждом углу туалеты были. Даже вот эти вот, ну, коробочки ставят там, биотуалеты. Я ехал позавчера, по этому месту там их стояло 40 коробочек этих. Ну. А сейчас, думаю, сейчас остановлюсь, там ни одной коробочки нема. Ну, это плохо. Короче. Чуть не приехал домой с мокрыми штанами. Ну, справился. Я сегодня в магазине видела, такие трусики продаются, знаешь, как памперсы. Надо мне купить. Купи мне такие. Кстати, трак-драйверы что-то такое используют, я слышала. Я хочу такое, да, купи мне, если вдруг польется специально, да, пусть хоть там. Кстати, есть биотуалеты какие-то маленькие для машин, нужно поинтересоваться. Вот трак-драйверы используют это. Вот если покаркать хочется. Ладно, не будем уточнять. Все, не будем уточнять, да, все, давай. Ладно, не будем.